Сотрудники приюта Милый, придя на работу, обнаружили у дверей крепко завязанный мешок. Они слишком хорошо знали, что ожидает их внутри, потому не удивились, когда достали оттуда перепуганного и грязного щеночка. К сожалению, люди нередко подобным образом избавляются от ненужных им животных. Щеночек оказался девочкой, совсем еще маленькой и нуждающейся в маме. Ее накупали, покормили и внимательно осмотрели. К счастью, Кроха не успела подхватить опасную болезнь или получить травму. Ее назвали Настенной и подселили в вольерчик к другим щенкам. Спустя пару месяцев Настена выросла вот в такую красотку. Может, в ее роду были лайки или хаски. Уж очень напоминала она внешне представителей подобных пород. Умненькая, ладная и красивая Настена быстро завоевала симпатию всех, кому довелось познакомиться с ней. Настена обладала очень застенчивым, порой даже пугливым нравом. Но стоило ей поближе познакомиться с человеком, как она тут же бросалась к нему в объятия, облизывала и виляла хвостиком, доверчиво смотрела в глаза и призывала к игре. Само очарование, а не щеночек. Шло время, Настена подрастала и становилась все краше. Волонтеры хотели пристроить ее в дом, но однажды в приют пришел директор предприятия. Он искал собаку для охраны, молодую и верную. Его выбор пал на Настену, и волонтеры, взяв с мужчиной обещание обеспечить девочку всем необходимым, все-таки решились отдать ее гостю. По прошествии времени можно смело сказать, что они не зря доверились своей интуиции. Настена верно несет службу и охраняет предприятие. У нее есть своя просторная теплая будка и вольер, длинная цепь с тросом, а главное, любовь окружающих ее людей. По вечерам она выходит на прогулки со сторожем, а утром получает многочисленные поглаживания от работников. Любите своих питомцев и помните, что ответственность за их жизни лежит на нас.